С 2013 года доценты и профессора Северокавказского федерального университета считают в Абхазии лекции по повышению квалификации для учителей. Но впервые в этом году курсы организованы для государственных и гражданских служащих республики. С приветственным словом на открытии проекта выступил министр просвещения языковой политики Инал Габлия. Он отметил, что такого рода практика необходима в первую очередь для повышения уровня знаний, а также обмена опыта. Уважаемые коллеги, задавайте им активные вопросы, не стесняться участвовать во всех заданиях, которые будут даны нашими специалистами высокого класса, доктора наук, кандидата наук. Сегодня мы начинаем с юридической практики, сравнительного анализа наших законодательств. Будет, я уверен, у вас много вопросов, поэтому нужно активно принять участие, поддержать свою вовлеченность, чтобы наши гости были уверены, что нам не все равно, что мы пришли сюда не для галочки, а для того, чтобы реально поменять что-то в работе своего коллектива, самого себя. Главная цель курса «Государственная гражданская служба правовые основы и профессиональные компетенции деятельности служащего» это комплексная интеграция актуализированных знаний и профессиональных компетенций, связанных с деятельностью в сфере государственной гражданской службы. Конечно, мы все здесь сидящие прекрасно понимаем, что подготовка квалифицированных профессиональных кадров и их наличие является основой построения любого государства. Мы, ровесники Советского Союза, это прекрасно знаем, потому что мы ежегодно и специалисты всех уровней, ежегодно проходили данный этап. Сегодня, к сожалению, это немного было упущено в нашей республике, потому как в послевоенный период становление кадров как-то занималось научно-учебное заведение. И сегодня один из начала этих проектов, которые вы организовали, за что мы хотели бы поблагодарить от лица руководства за участие и организацию этого проекта, как раз таки является для того, чтобы достичь этих параметров. В рамках проекта специалисты Северокавказского федерального университета прочитают лекции для 330 учителей школ, порядка 300 государственных и гражданских служащих. Также охватят сферу туризма и реального сектора экономики. Но повышение квалификации – это не единственное направление, которое мы будем осуществлять на вашей республике. Это будет касаться также и нормотворческой деятельности. У нас есть достаточно большой опыт. Я хотел бы, чтобы мои коллеги, в общем-то, совместно с вами развили деятельность по повышению квалификации. Да, они будут читать лекции, но я просил бы также, как и у нас, чтобы вы активно принимали участие, задавали вопросы. Какие-то мы совместно выработаем предложения для того, чтобы вы не просто получили знания, а в дальнейшем их практически реализовали. После завершения официальной части, кандидат юридических наук Алексей Жуков провел вводную лекцию, посвященную вопросам системы законодательства Абхазии и России. Надо сказать, что Российская Федерация системы законодательства развивалась уже достаточно долгое время. И некоторые моменты, связанные с какими-то поисками наиболее эффективных моделей государственной службы, они уже, надо сказать, сложились. Поэтому в Республике Абхазии можно использовать и опыт Российской Федерации части регулирования государственной службы, чтобы не допускать те ошибки, которые Российская Федерация уже прошла. Курсы повышения квалификации государственных и гражданских служащих и учителей будут проходить 4 дня.